Житва Кришна только благодаря этим людям привлеклись, и теперь они оплёвывают. Так и благодарность. Сразу знайте, они так же и с вами поступят в итоге. Никогда не сомневайтесь. Это дешевки. Поэтому наша задача, несомненно, оберегать. Есть разные этапы и разные стратегии. Если вы имеете столько сил, чтобы спасать таких, спасайте. Но я не уверен. Поэтому не надо себя переоценивать. Как помните, я вам рассказывал пример, когда вы спасаете утопающего. У вас может быть сильный импульс, но вы плавать не умеете. Поэтому бегаете по берегу и так. Вот это задача одни. Другие, так сказать, ныряют. Но об дно бьются башкой. И дома остаются. Потому что нырять не умеют. Плавать умеют, но нырять не умеют. Другие силы неправильно рассчитывают. И пока доплыли, уже сами потонули. Третьи, так сказать, не знают, как себя ведет утопающий. И они ему, так сказать, иски не предоставляют все. И тогда он, так сказать, их топит. Только квалифицированный может спасти. Который умеет хорошо плавать, рассчитал силы. И знает, что надо поплыть сбоку, дать в челюсть или притушить. Знаете, ну это я на самом деле, я не шучу. И только так вытащить. И потом, когда он оклемается, он вас еще критикует. Что, видишь, ли ударили его. Или придушили-то. Люди всегда будут неблагодарны. Поэтому говорится, что проповедники или лидеры, они всегда должны понимать это. Поэтому Бхакти Апама Хараш мне говорил, когда я его много лет назад говорю, что такое, я все стараюсь, они еще гадости делают. Он говорит, про упадок всегда цитировал Шинаке Пандита. Когда кормишь собаку, не удивляйся, что она тебя в итоге за это цапнет. Потому что вы кормите кого? Собаку еще. Это еще не человек. Это собака. А если вы в зоопарке тигра будете кормить и страдать, он вам не только укусит, цапнет, он вас растерзает. Животное, оно и есть животное. Поэтому, когда кормите животных и делаете что-то для животных, не удивляйтесь, что они в итоге вам еще гадости нанявы. Поэтому говорится, что проповедник, он очень правильно должен понимать, что эти люди, они оплатят вам гадостью. Вполне вероятно. Кипрупада говорит, если мы проповедуем повсеместно сознание Кришны, это не означает, что оно везде проявится, где мы проповедуем. В одном месте оно проявится, а в другом, как бы мы не проповедовали, что? Нет. Ничего. Поэтому говорится, результаты мы предоставляем кому? Кришне. Мы исполняем свой долг, а как уж там получится, пусть Кришна решает. И Кришна себя никому не навязывает здесь. Не навязывает. Поэтому он сказал, Аджуни, я тебе рассказал о двух путях. Теперь хорошенько все обдумай и поступай, как пожелаешь. Мы должны быть благодарны Шилиправпаде. Благодарны. И Парупада никогда не хотел, чтобы мы уходили из Искона. Он специально создан Искон, чтобы мы в нем находились. И будьте осторожны сообщениями. Что вы, неужели вы видите, что у этих людей проблемы, даже просто в личных взаимоотношениях? Или вы как животные, что если вас так прикормили, то вы готовы все отдать? Знаете, как человек вор делает? Если много злых собак бегает, он смотрит, так, много собак. И очень быстро становится их другом. Как? Он их подкармливает, колбаской начинает. И они все ему благодарны, и говорят, да заходи, или что хочешь. И он берет ваше сознание Кришны и выносит. Вот и все. Он вас подкармливает, чтобы украсть ваше сознание Кришны. Украсть вашу преданность Парупаде. Потому что мы все обязаны Парупаде, и никому больше. Понимаете? Все мы здесь, и все то, что даже и не слышал Парупаде, потому что вы слышали меня, слышали других проповедниковцев. И все мы говорили только то, о чем у нас учил Парупад. Поэтому вы терпеливы должны быть. Разные недостатки могут быть. Разные будут экзамены. Потому что материальный мир, это возможность проявить свою преданность. Это как война. Где вы можете проявить свою любовь к родине, любовь к народу и так далее. Потому что в мирное время вы никак не проявите. На войне, пожалуйста, вот здесь также идет большая битва. Где мы можем проявить эту преданность Кришне. Поэтому очень хорошо, что здесь столько разных перипетий. А мы все думаем, о, зачем, зачем. Для того, чтобы проявить свою преданность. Для того, чтобы продемонстрировать свою преданность. М? Так Парупад объясняет нам. А из-за того, чтобы убежать, где слаще, где больше колбаски вам дадут. И где вас поймут, все ваши отклонения примут. Нет. И поэтому на войне есть убитые, есть раненые, есть разные. Но никто из них не перебегает на ту сторону. Кого-то плен забрали. Но они не значат, что они стали изменниками. Они не стали слушать в этом плену. Это война. Парупада так называла. Мы объявили войну. Кому? Май. Где? Внутри себя. На битву войну. Макс Кирк Магараш пишет эту книжку, чтобы только поняли. Духовный воин. Это война. А не то, что вы ходите, так сказать, и свой бред внесете. Потому что, видишь ли, вас тут не замечают или что-то. Говорится, искренний ученик своим служением демонстрирует свою бредность. Вы лучше уж распространите много книг, вас тогда заметят. Встаньте, что-то делаем полезное, и вас будут замечать. И только в силу своей бесполезности эти люди недовольны. Потому что не способны ничего делать. И просто сеют какой-то, как провокаторы, расприи какие-то, вносят всякие проблемы. Парупада хотел, чтобы все держалось на авторитетах. Все делалось через авторитетов. И он сказал, ничего не меняйте. Никакой демократии. Авторитет должен понимать, где демократия, а где авторитарность должна проявляться. Просто вы не изучаете пропаду, поэтому он всегда спит из толку. Поэтому так легко вас обмануть, что-то наговорить, потому что все на чувствах. Чувственный уровень, разума нет. Чувственный уровень. Так легко что-то наболтать, из мухи слона раздуть там или что-то еще. Кто-то там финансирует вашу программу, и вы уже готовы, мы хотим, раздеться перед ним, оголиться. Ой, какие единопышленники. Или вы себя изображаете. Вместо того, чтобы помогать человеку, вы взращиваетесь со своим общением. В нем еще больше негативных качеств в нем проявилось. Он более ухищренно стал теперь действовать. Оставайтесь с людьми. В любом случае смотрите, каков мотив вашего общения. На самом деле вы сострадаете или просто денежки получаете. И идеи, чтобы кому-то показать, какая вы добрая или какой вы добрый. Опять на публику. Все это гоно страсти. И плоды такой деятельности. И все эти ничтожные и не приносят истинного отречения. Вы никогда сами не избавитесь ни от чего. Никакого прогресса не совершите. А значит, низшие вкусы для вас всегда будут самыми лучшими. Потому что высшего вкуса вы не получите. Таким образом вы всегда будете плохо относиться к людям, которые что-то как бы едят то, что вам нельзя есть, пьют то, что вам нельзя пить. Вы будете всегда их критиковать. Просто превратитесь в фанатиков, которые будут здесь орать громким голосом. Запомните. Будьте внимательны. Берегите себя. Не торопитесь. Все время рассматривайте свои мотивы. Правдивость последняя нога религии. У вас последний шанс. Это себе правду говорить. И если вы на самом деле прогрессируете, всегда сила у вас найдется, как отказаться от этого. Если нет силы, тогда у вас есть вера в какую-то личность. Вы приходите и говорите. И вы продвинуты только тогда, когда вы делаете, как вам говорит гуру. А не когда вы к нему обращаетесь. Очень многое все думают. Ой, она уже столько раз с гуру разговаривала. Ой, какая счастливая. Да вы глупые. Столько раз разговаривала и ничего не соображает. А другой раз поговорил и всю жизнь все понятно. И поведение его изменилось. Гуру сказал, что делать вам? Укреплять свою общину. Укреплять. Наши GBC сказали, укрепляйте общину. Делайте предны более ближе друг к другу. Прекратите все эти войны и распри. Подчиняйтесь авторитетам. И так далее. И тому подобное. И начинается здесь. Он такой, да он не такой. А вы что думаете? Вы лучше? А? Вы думаете, вы лучше? Лучше тот, кто нравственнее, этичнее, кто на ваш плевок не будет в вас плевать. Как Христос говорит. Ударили по правой, еще вам еще и левую подставят. На тебе. Срастите в себе эту гадость. Задумайтесь. Иначе вам не суждено в этой жизни даже людьми будет стать. И тогда вы будете просто разочарованы в процессе. Который так могущественен, как ни один другой. Вы просто... Эта сила процесса будет от вас скрыта. Просто вы не поняли, для чего предназначен процесс. Поэтому говорится. Любая деятельность, которая не приводит к религиозности. Любая религиозность, которая не приводит к знанию. Любое знание, которое не приводит к отречению. Любое отречение, которое не приводит к преданности. И любая преданность, которая не приводит к любви. Пустая трата времени. Если вы не поняли, для чего повторять жадко, для чего следовать. Чтобы перейти на следующий этап. И следующий, следующий. Вы просто в пустую потеряли время. И когда вы кричите, ой, ему уже пять лет. Пять лет вы не переходите на другую ступень. Вот и все. Что не понимаете цели. Человек должен целенаправленно действовать. Понимать, в чем его цель. Я должен избавиться от этого. В этом году я должен избавиться от таких вещей. Я стремлюсь улучшить вот это. Устремлюсь, а не то. В этом году я критиковал двоих, теперь десятерых критикую. Так, и в следующем году я сотни буду уже критиковать. Как здорово, а? Все, как хочешь. Все, видишь, от других же я рассказываю. Тебя смешно. Ну точно, точно, это про него. Выдает он. Ну, будьте внимательны. Вы хорошие парни, вы просто забыли об этом. Вы хорошие люди, на самом деле. Я вот знаю, что вы просто об этом забыли. Вы осквернились. Как пьяный. Хороший человек может нажраться и таким идиотом стать. Это вообще ужас. Пьяные не бегут к духовному учителю и не падают в сопах вайшнавам. Пьяные бегут, падают под юбку, кому они залезают. И бегут догоняться. Запомните. Но когда человек осквернился, он всякую чушь начинает делать. И мы говорим, ты же трезвый, нормальный. Ну давай, поблюй, что ли, иди сходи. Так и вы. Вы очень хорошие люди. Просто вы очень сильно осквернились. Многие очень сильно осквернились. Надо поблевать. И всегда оскверняется публика именно тогда, когда нету какого-то маяка. Когда забывают о целях пребывания своего здесь. Вы не забывайте о цели, ради которой вы сюда пришли. Все здесь так же есть. Для того, чтобы вы достигли эту цель. И нечего на зеркало кивать, коли что. Вот именно. Тот не такой, этот не такой. Вы мне эти все уровни баджана крии тут не демонстрируйте. Все понятно. У кого тут метание ума. Почему, так сказать, тут трава, так сказать, не такая зеленая, как в другом месте. Что, вы забыли, что ли? И что она, кстати, кровать и кокур очень хорошо объясняет. Просто знайте, что вы еще неофит полный. Раз такое делаете. И так решайте все это. То у вас деньги прельщают, то видишь, что вам одиноко. Хоть с кем вы, лишь бы с кем-то. Просячая всеядность. Не важно, что есть, лишь бы есть. Но лебеди, они с воронами не общаются. И не едят то, что едят вороны. Знаете, да, Борис? Так что стремитесь стать лебедями. Хотя очень много здесь лебедей, но они еще пока в стадии гадкого утенка находятся. И когда он стал лебедем, он так над этим скотным двором пролетел. Посмотрел на этих хрюшек, там они дерутся за свой корыто. Эти там что-то болтают. Осел там орет. Конь, блин, тяжело трутся. И он понял, что все они обречены. И не становитесь таким. Наш символ лебедь. А не простой. Наша птица-наруда, а не дурная голубь. Не забывайте об этом. А то будете сбиты с толку своей глупостью собственными. Оставайтесь людьми. Если вы уж сострадательны, помогайте тем, кто в беде. И не орите об этом громко. Просто их не оставляйте. Не бросайте. Человек не требует, когда он в горе, чтобы вы там... Ой, а чушь ты надел? Ему в этот момент, наоборот, какое-то доброе слово поможет. Какая-то ласка поможет. Какое-то изименное отношение истинное. А не ваши сплетни. Что у вас, много сил, что ли, спасти этих людей? Гуру не может их спасти. Они гуру не слушают. И вы думаете, вас послушают. Да, нет. У вас обоюдные и корыстные интересы друг от друга. И не больше. Да? Бывает же так? Так что задумайтесь. Вот для чего мы сюда пришли. Мы все время анализируем. Становимся ли мы более нравственнее. Способны ли мы не искать недостатки в других. Способны ли мы не сплетничать. Способны ли мы не делать свой имидж на отклонениях других. И так далее. Становимся ли мы людьми. Вот для чего мы сюда пришли. Пропады говорил. В первую очередь мы пришли сюда стать людьми. А потом стать кем? Преданными. Вашнавами. Прикришна. Прикришна. Пожалуйста, есть вопросы у вас какие-нибудь? Прикришна, Махараш, он историю рассказал. Да, про Павишну Махараш рассказывал историю. Как два друга служили. И один что-то там сделал не так. И у него вкус пропал ко всему. И он перестал служить. Ну, упал. И ушел. И тот стал всем рассказывать. Вот как он отклонился. Как он ушел. И всем рассказывал, рассказывал. И в итоге ты рассказывался для того, что сам упал. Потому что когда человек на этом делает, а он сам падает. Это закон. Это описывается в шахтрах. Если вы говорите очень много о чем-то отклонении, и на этом как бы создаете какой-то свой собственный имидж, вы просто падаете сами. И он так сладко рассказывал об отклонении, чтобы показать насколько он что-то продвинут. Вот видели, он отклонился. Но внутри он как бы всем показывал. А я вот нет. Вот я-то видите какой. Он так не говорил прямо, но внутри в нем было. Вот видите тут. А внутри он так флорадствовал. Он использовал для собственного самовозвеличения. В итоге упал. Так тот через пару лет вернулся и стал еще более крепким, предным. Еще лучше стал. А тот до сих пор так и не вернулся. А это было при жизни шилка упала. Вот что он мне рассказал. Ари Кришна, если у вас есть вопросы, пожалуйста, если нет, закончим. Нет вопросов у вас? Я пробуду несколько дней здесь. Буду разгонять тучи. Вчера. Пинать вам под сердце. А то вы тут наслаждаться стали уже. Нет, приехал ежик. Буду всех колоть. Колоться любите? Буду колоть. А то я смотрю, я так, кстати, очень. За год здесь так все пообмякли. Киртонами все наслаждаться хотите? Надо научиться наслаждать, а не наслаждаться. Я повторяю пять лет Джапу и никакого экстаза. Что сделать? И тебе говорит, да, просто у вас гуру такой непродвинутый. Потому что он вас учит, как наслаждать других. На самом деле, а если гуру продвинутый, то вы сразу кайф славливаете от Джапы. От киртона? Обалдеете. От просада. Вас учат наслаждать, а не наслаждаться. Даже если грубо с вами обойдутся, разобьют ваше сердце, или не явятся перед вами, вы все равно остаетесь преданными. И тогда вы достойны. Это шикшаштыка. Это так, когда вы кстати все время. Так дешево получаете экстаз. С Сахаджи тем и отличается. Дешевый экстаз ищет в поисках дешевого экстаза. Запомните. Вас сюда привели сражаться. Обучаться и сражаться. С кем? С Майей. И оставайтесь благодарными Шелепову Пазе. При любых обстоятельствах. Какие бы противоречия вас не съели, оставайтесь благодарными Шелепову Пазе. Что именно по его милости. И Парупада сказал, я дал вам все, чтобы вы успешно могли вернуться назад к Кришне. И не слушайте, что Парупада что-то не дал. Парупада дал по козы. Козы. Азы, козы дал. Сейчас уже много все. Модернизирует. Парупада сказал, пожалуйста, ничего не меняйте. Я единственное вас о чем прошу. Ничего не меняйте. Но мы уже тут изменили, улучшили Парупада вообще со всех сторон. Парупада уже сам на себя не похож. Мы его улучшили. Ты говоришь, это кто? Это что за Бармалеев? Это Шелепову Пазе. О, это Шелепову Пазе, что ли вы? Ой, прости Господь. Согрешил. Потому что уже так организация на Бармалееве стала похожа. Только по этой причине. Надо думать, зачем вы сюда пришли. Вы ведь не пришли сюда лицемерить, дипломатничать и негодяйничать. Потому что, видишь ли, вам на проезд денег нет. А кто ж вас просил так предаваться? А? У вас нету поезд дома там. Шаром покатите. Возьмите шар и катайте его там. Может, к нему что-нибудь прилипнет. Отмажьте его там чем? Своими соплями. От плача своего. Вы просто неудачники становитесь. Вот и все. Достойные жалости просто. Никогда не становитесь неудачниками. И то в богатой семье родитесь. Да, серьезно. В богатой ващнавской семье. Чем богаты там, тем рады. И будете наслаждаться всем подряд. Поэтому все ваши обнимашки, все это, все обманут. Вы просто сами любуетесь. На самом деле, кто на самом деле любит, и кто? Они по-другому действуют. Как и кадыши. Это тайна. Это сокровенное знание. Не забывайте это. Не надо всем рассказывать, что вы... Чего вы не ели. Становитесь более нравственными. Серьезно. Тогда мы будем счастливы друг друга видеть. Видя, как мы улучшаемся, мы будем счастливы друг друга видеть. А видя, как мы ухудшаемся, все время думаешь, о, боже мой. Опять это. Четенько тут сидит. Ой, опять это физионометр. Ну все, сейчас жди скандалов. Сейчас начнется. Новые идеи. А давайте пригласим. Сать-те-сай, бабу. А? Мы все оплатим. А? А давайте дух Витлера вызовем. А? А что? А что, мы оплатим тоже? Сотрудничать они, значит, впихивать свои идеи какие-то. Как ученик сотрудничает с Гуру? А? Гуру отдает ему то, что он знает, а он что, отдает ему свои уши. Всему свое время. Не думайте, что вы так продвинуты. А давайте вот этого пригласим. Вы что, этих местных-то сообразить не можете, что говорят. Уже туда. А давайте на роду Муни пригласим. Мы оплатим. Видите, у него нету никакой духовной силы. Даже народу пригласить не могут. Можно кого угодно пригласить. Но поймут ли? А? Поймут ли? Вы что думаете? Вы здорово понимаете, что ли? А вам хоть кто не говорит? Вы не меняет. Вы просто соперничали. Вы просто бросаете вызов. Гадить приходите. Никакой пользы. Но гадить начинают. Нет для вас авторитетов. Вы просто бросаете вызов. Нет у вас мотива хорошего. Ни для общины, ни для чего. Приходите гадить. Вы что, видишь, непризнанный гений. Как он знает мир, что ты батыр? Есть такая поговорка. Везде так говорят. Я непризнанный батыр. А что ты сделал? Ну пока ничего. Ну я батыр. А как мы его знаем? Откуда мы знаем, что ты батыр? Ну как я? Батыр и все. Батыр это, знаете, богатырь. Но ты кого победил, расскажи. А вот знаете, тот вот никого не победил. Тот никого не победил. Этот дурак, тот негодяй. А, о какой ты батыр. Ты силен в этом дерьме-то. О, понятно. Батыр сделан из какушек. Унитаз, в смысле. Ты больше похож на унитаз. Поэтому становитесь более разумными. Вы знаете, и лично я к вам ко всем хорошо отношусь. Потому что вы как... Знаете, если так... Ну, может, не совсем так, но у меня, на самом деле, вы как мои детки. Потому что я помню, когда вы там бродили по улицам, всякой ерундой занимались, теперь вы тут сидите. Как дети проповедуют своим родителям. Например, что родители ощущают, иногда так же такое чувство. А может, другого папку пригласим? Ну, давай. Да в этой Сибири никогда жить никто не станет. Запомните. Сюда можно только приезжать, снимать урожай то лето. Здесь только по неволе жить будешь. Это ж Сибирь. Лучше ее прославлять издалека. Там такие хорошие люди, такие искренние, такие вообще умные. Ой, вообще. Только так щелкнешь, и сразу ум выскачиваешься. Поэтому многие проблемы вам придется самим решать. Никто не ездит в Северный Вьетнам, в Северную Корею, в Монголь, все едят в Штаты, в Испанию, в Швецию. Что там делать? Лучше сострадать Шведам. Я думаю, Шведам, Швец. Лучше сострадать Швец и Шведам. Нас не вдохновляют, потому что вы просто не хотите. Если бы я хотя бы раз увидел, что вы после лекции какого-то духовного учителя улучшились, я бы тогда вам все время приглашал этого человека, что вы улучшаетесь, вы становитесь людьми, вы становитесь мягкосердечными, прекращаете искать недостатки, понимаете о важности сотрудничества, стали более благосклонны и так далее. Так мы бы все время приглашали этого человека. Так ведь? Если бы он тут все, одоздоравливает, так вы бы попросили здесь жить. И тогда вот те, кто приглашает, они бы оплачивали это все. Докажите мне, что вы улучшитесь, и я буду делать то, что вы хотите. Улучшись. Каждый день на приветствие божеств, в храм переезжаешь, на Санкиртуну ходишь, с премьерными научишься дружить, снисходителем сталкотклонением других и так далее. Не ищешь недостатки в себе, все время... Ох, боже мой, у меня столько недостатков, я совершу... Я должен... Получаешь инициацию, браманом становишься, выходишь, и тысячи людей поют Харе Кришна, потому что ты так уверен в этом. А? Тогда я этого человека попрошу жить здесь, потому что ты будешь это оплачивать. Но что происходит? Ничего. Потому что это обман. Это лишь желание противостояния. Ни больше, ни ни меньше. Нет? Кто в этом сомневается? Или еще вот так? Директиву надо поставить. Может, директива нужна? Со стряпами, с печатами, с подписями. Для меня подпишут. Все эти люди, которые сюда звонили, к той же вот, к Ларисе, это все пишется, да, сейчас? Не пишите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Em Namo Bhagavate Vasudevaya Яд чей. Будучи поблизости. Ам. Я. У. Знак удивления. Кандавам. Заповедный лес Индры. Небесного Царя. Агнае. Бог Огня. Адам. Индрам. Ча. Так же. Са. Вместе. Амараганам. Полубогами. Тараша. Со всей ловкостью. Виджидья. Победил. Лабга. Абритя. Сабга. Дворец Собраний. Мая Крита. Построенный Майей. Адгута. Удивительный. Удивительный. Шилпа. Искусство и ремесло. Искусство и ремесло. Моя. Моя. Энергия. Диньбхайагам. Диньбхайагам. Со всех сторон света. Со всех сторон света. Ахаранам. Ахаранам. Собрались. Собрались. Нрипатягам. Нрипатягам. Все царевичи. Все царевичи. Все царевичи. Балим. Балим. Подарки. Подарки. От дворы. Ахарагам. Понесли. Те. Тебе. Тебе. Перевод стиха. 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 силами, позволяющие им творить материальные чудеса. Но они всегда являются источником беспокойств для общества. Современные демоны — это вредоносные ученые-материалисты, творящие разные материальные чудеса, которые приносят в общество беспокойство. Например, создание ядерного оружия вызвало в человеческом обществе панику. Майя был таким же материалистом и мог создавать столь же удивительные вещи. И все же Господь Кришна хотел убить его. Когда его преследовали огонь и колесо Господа Кришны, он попросил защиту у преданного Арджуны, который спас его от гнева огня Господа Шри Кришна. Таким образом, преданные более милостивы, чем сам Господь, и в предном служении милость преданного ценнее милости Господа. Увидев, что демон находится под защитой такого преданного, как Арджуна, и огонь, и Господь прекратили свое преследование. Чувствуя себя обязанным, демон из благодарности хотел оказать Арджуне какую-нибудь услугу, но тот ничего не захотел у него брать. Однако Господь Шри Кришна, довольный тем, что Майя попросил защиту у преданного, попросил его оказать услуги царю Ютхиштхири и построить замечательный дворец собраний. Так по милости преданного можно снискать милость Господа, а по милости Господа получить возможность служить его преданному. Палец Абхимасены тоже был одаром Майя Дановы. Поскольку он был рядом со мной, для меня не составляло труда быстро одержать победу над могущественным царем небес Индродевы и его приближенными полубогами, тем самым позволив Богу огня уничтожить лес Кандава. И только по его милости демон Майя был спасен от пожара в лесу Кандава, благодаря чему мы смогли построить наш дворец собраний. Чудо архитектурного мастерства! Куда на Раджасуе Ягью собрались все принцы и заплатили тебе тань. КОМА ГЯНТИ МИРАНДАСЬЯ, ГЯНАНЖАНА, ШАЛКАЯ, ЧАКСУРУМ МЕРЕТАМ, ГЕНА, ТАИСМАЙ, ШРИ ГУРАВЕ, НАМАХА, ШРИ ЧАИТАНЬЯ, МАНОБИСТАМ, САПИТАМ, ИНАБУТАЛЕ, СВАЯМ, РУПАКАДАМАХЯМ, ДАДАТИ СВАПАДАНТИКАМ, ВАНЧА КАВПАТАРУБЬЯСЧАНА, КРИПАСИНКУБЬЯЕВАЧА, ПАТИТАНАМ, ПАВАЙНЕБЬО, ВАИСНАВЕБЬОНАМО НАМАХА, СМЕДИ ЗАПАСИНКУ, РАБКОДИ ВАВЕ, НА緊 СТОМЗЕСТВАМ, САПИТАМ, ИНАБУТ, ВОУД まles. СЛОП Úяли, СТОМЗЕБЬО, ЗАМУ, ЗАСЫ can teach me, Итак, Кришна покинул планету Ярджуна. Кришна печалится, Арджуна горюет, говорится, преданный получает награду от Кришны за Своё служение, и эта награда называется «Усиление привязанности Кришны». Существует два вида отречения. Один называется «Вайрагия», другой называется «Юктовайрагия». Есть ещё один вид отречения, который называется «Полговаярагия». «Ложное отречение», или его называют ещё «Марката вайрагия». «Отречение обезьяны». Если кто-то из вас был в зоопарке когда-нибудь, очень много людей возле обезьян крутится, детей особенно, и они всяко дразнят их. И обезьяны, когда они смотрят на этих кебятишек или на людей, они начинают подражать им. Подражать. И вот поэтому в Священных Писаниях говорится «Марката вайрагия», или «Гардаба» ещё одно из названий, обезьяны. «Марката» означает «они подражают», а «Гардаба» — это как особи. «Гардаба» — это особи, в смысле обезьяны. А «Марката» — это означает «качество обезьяны». «Качество обезьяны» — подражать. Она завидует и подражает. И всегда охвачена вожделением. Обезьяна всегда охвачена вожделением. И обезьяна, очень удивительное животное, она всегда скрывает свой секс. Она где-то в кустах, там, прячется и этим занимается. И очень сложно видеть, как обезьяны занимаются сексом. Очень сложно видеть. И вот это качество «Марката вайрагия» означает, что обезьяна живёт в лесу. В лесу это называется «вана праства». «Вана» означает «лес», «праства» означает жизнь, жизнь в лесу или пребывание в лесу. И «Вана праства» это означает определённый тип сознания. И так обезьяны, они очень любят подражать. Но при этом они не имеют качества тех, кому они подражают. Они не имеют качества тех, кому они подражают. И поэтому их отречение или их подражание отречению, можно видеть, как человек подражает, то есть изображает из себя отречённые личности. Но от чего же мы отрекаемся? Мы не можем отречься от зависти. Мы не можем отречься от желания славы. Мы не можем отречься от того, что у нас сильное желание, чтобы нас уважали. Мы не можем отречься от чего? От пуджи. Мы хотим, чтобы нас прославляли. И так далее. И тогда Маркатова и Раги — это такой уровень, когда мы пытаемся изобразить внешнее отречение. Ходим в рваной одежде. У нас там ничего нет такого лишнего. Мы говорим, что вы, что вы, я брахмачарий. Или что вы, что вы, я же предный. Ничего нет. Дома пусто. Даже куска хлеба нет. Да вы что, денег нет. Это называется, что мы подражаем внешнему так же. Не имея качеств, не понимая, что такое отречение, мы начинаем подражать и демонстрировать ложное отречение. Но отречение — это означает внутри. Если вы посмотрите и прочитаете ещё раз 18 главу Бхагавадгиты, которая называется «Совершенство отречения», нигде вы не увидите про носки, про деньги, про что-то описание. Что надо иметь плохой дом, худое тело. В чём же отречение? И здесь Арджуна демонстрирует совершенство этого отречения. Он демонстрирует совершенно. Есть вот это маркаты в Айраге, так будем говорить, низшая ступень. Хотя они две только. Две считаются отречением. В Айраге — это имперсональное отречение. А юг-то в Айраге — это отречение вайчнала. Персоналиста. Итак, есть отречение имперсоналиста. Что же это за отречение? Это отказ от плодов своей деятельности. Это отречение имперсоналиста. Имперсоналист умеет отказываться от плодов деятельности. И поэтому он считается трансэденталистом. То есть он способен постигнуть природу духа и материи. Но не способен постигнуть природу кого? Высшего живого существа. Он не способен постигнуть природу сверхдуши и их взаимоотношений. Но он способен постигнуть природу духа и материи. Как Кришна говорит Багонам Джанманам Анте, что пройдя через многие рождения и смерти, изучив природу того и другого, пройдя через многие рождения и смерти, сначала они постигли природу духа и материи и пришли к выводу, что тело временно, а душа что вечно. Это первый уровень трансэдентализма. Когда живое существо осознает, как описывается в вишнавской философии, я не тело. Я не это тело. Я душа. Я дух. Никто не может осознать себя как душа, если он не отказывается от плодов своей деятельности. Таким образом, власть, почести, уважение окружающих, все это плоды определенной деятельности. Если человек не отречен, не способен отрекаться, он не является трансэденталистом, он даже не имперсоналист. Он кто? Материалист. Материалист. И поэтому Бешванат Хачакраватский Кокур описывает этих предных, как Пракрита, Бакты. Они не отречены, но они везде демонстрируют свое отречение. Внешне, показное отречение. Как обезьяны. Они просто подражают. Маркаты, как обезьяны. То есть по природе обезьяны. Не по особи, не по внешности, а по природе, как обезьяны. Они не понимают, от чего же они должны отречься. От каких-то внешних факторов. Или внутреннее отречение должно произойти. И мы видим, как в этой главе Арджуна отрекается от всего. Это называется юкта. Привязанность. У него развилась сильная привязанность к Господу, к его имени. Когда он говорит Кришне. Или он даже боится говорить, говорится, имя Кришны. Потому что его охватывает сразу определенное состояние. Оно называется аштасатвикара или аштабава. Признаки, проявляющиеся в теле. Ашта означает восемь. Восемь признаков в теле, в грубом теле, которые показывают на то, что человек достиг любви к Богу. И Арджуна боится даже говорить Кришне, как объясняется, что Госвами боялись произнести слово Радха. И порой боялись произнести слово Кришна. Почему? Они впадали в транс сразу. Они сразу начинали испытывать сильные-сильные переживания. Духовные эмоции переполнять их начинали. И поэтому они говорили он или говорили она. Он, она. И когда они говорили он, она, у них кому горло подкатывался. Потому что они понимали, кто это он и кто она. Но само имя... У Кришны нет имени он, а у Радхи имя она. И поэтому они так сдерживали себя, сдерживали свои эмоции. Таким образом они пытались контролировать эту аштабаву. Потому что только они произносили имя Кришна. Кришна. Всё. И слёзы начинали. Уже он не мог ничего говорить. Не мог. Но когда если бы они сказали Радха, всё. Совсем. Уже конец. Они не могли проповедовать, не могли писать. Потому что эти чувства всё останавливали, эту деятельность. И Арджуна здесь, он говорит, он... Мы считаем, поскольку он был рядом со мной. Арджуна испытывает глубокую и сильную привязанность к имени, к форме, к качествам и к деяниям Господа. Он понимает его положение, что он... Говинь да мадь и пуршим. Он понимает его положение, что он Корана, Коранам. Причина. Всех причин. И Арджуна здесь говорит об этом. И Кришна говорит, тот, кто предно служит, мне тому я даю понимание. Понимание, что значит отречение. Понимание моего имени, ой, понимание моей формы, понимание моих качеств, понимание моих деяний. Говорится, тот, кто поймёт тайну моего прихода и ухода, никогда больше не рождается. А как можно понять без милости Кришны? И Кришна говорит, никто не может приобрести знание, а Кришна говорит, что знанием является что? Качество. Качество. Никто не может развить качество, если у него нет понимания. Никто не сможет получить понимание, если он не совершает служение Кришне. Индриям, Хришакеша Сева. Индриям означает чувство. Хришакеша повелитель чувств. Сева означает служение. Если наши чувства не служат повелителю чувств, таким образом мы не совершаем Севу. Это не называется Сева. Это не называется преданностью. И Санатану Госвами в нектаре наставления Шикшамрита начинает объяснять преданному. Ану Кульена Кришна, Ану Шиланам Бхакты и Утамам. Преданное служение должно преследовать лишь одну цель удовлетворить Кришну. Шиланам означает авторитетным образом. И преследуя только одну цель. Бхакты и Уттамам. Бхакты и Уттамам. Получить взамен что? Любовь и преданность. Любовь и преданность. Как можно полюбить и получить преданность? Это невозможно. Если мы что? Не понимаем. Не понимаем положение Кришны. Если мы не способны увидеть Его прекрасное качество. Увидеть Его, осознать Его прекрасную форму, осознать Его деяния. Как они великолепны. Есть глава в Бхагавадгите, называется «Великолепие Абсолюта». И говорится, человек стремится всегда к чистому, к светлому. Бхагавада говорит, даже демоны хотят отдыхать в красивых, спокойных местах. Даже демоны хотят отдыхать в красивых, спокойных местах. Даже демоны любят чистую одежду. И так далее. Демоны не любят, когда очень много беспокойств. Даже демоны. И так, здесь Арджуна демонстрирует эту привязанность. «Юкта» означает привязанность. К чему же привязанность? Привязанность к высшему духовному объекту. Это Кришна, Абсолютный истинный Бог. И когда живое существо начинает привязываться к Богу, то автоматически происходит отречение. От чего? От всего того, что эту привязанность ослабевает, оскверняет, эту привязанность затрудняет, и так далее. И человек стремится получить все то, что эту привязанность поддерживает, усиливает и расширяет, то есть увеличивает эту привязанность. Это называется «Юкта вайраги». «Юкта вайраги». И слово «Юкта» в сочетании с «вайраги» относится именно к парабрахману, к Кришне. И Кришна, говорится, как один из аспектов своей деятельности, говорится, Кришна присутствует в сердце каждого живого существа, как параматма, как сверхдуша. Что значит «как сверхдуша»? Он более могущественен, чем мы. Он Бог, сверхдуша. Он не такой, как мы. Он не такой, как мы. Он всегда во всем нас превосходит. В милости, в прощении, в нежелании искать недостатки. Он в знании нас превосходит. Он все знания, вся сила, вся слава, все богатство, вся красота и все отречение. Он во всем нас превосходит. Он сверх нас. Поэтому, когда мы думаем, что мы более милостивы или что-то, и говорится, что Он распространяет свою милость, называется корунья, Он распространяет свою милость в своих преданных. Они являются носителями коруньи. Поэтому Ившванат Хачикарвартик Хакура объясняет бакта корунья. Снискать милость бакты, бакты, которые являются носителем милости Кришны. Это и называется получить милость Кришны. Никто напрямую милость Кришны не получает. Все получают милость через его бакты, через его преданных. И здесь, как раз в этой истории рассказывается, как Майя Данова получил милость через Арджуну. Хотя Кришна сам хотел убить Майя Данова. Точно так же, как в той истории Джагая Мадхая, когда Господь Читания хотел убить Джагая Мадхая, мы совершаем иногда такие поступки, за которые нас Господь прямо хочет убить. И только преданный просит Господа нас не убивать. А более того, Он говорит, прошу я тебя, прошу, пожалуйста, прости его, ибо он не ведает, что творит. И Шиллопрупада приводит этот пример Иисуса Христа, что Христос обладал этими качествами Титикшем Бакаруником Садху. Он был истинный Садху, потому что это настроение Садху, это и есть Вайраги, Юкта Вайраги, это и есть Отречение. Как мы узнаем, что человек отречен, он способен прощать. Как мы узнаем, что человек отречен, он способен помогать. Как мы узнаем, что человек отречен, он способен рискнуть своим положением ради положения других. Он не привязан, он отречен. Отречение не в дырявых носках, в том, что мы кричим об отречении. отречение проявляется в наших поступках, в нашем отношении к чему-то. И в чём же суть самбанда-гяны? В чём суть преданности и всего того, что мы с вами совершаем? Это развитие отречения через привязанность к Кришне. И говорится, насколько человек привязан к воспеванию святого имени. Это называется киртаном. Насколько он слушает шаваном, киртаном, вишноксмараном. Вишноксмараном помнит о Кришне, думает о Кришне. Манману, Мава, Манмаву, как подождите? Тихо-тихо-тихо. Кто-нибудь один скажите. Спокойно. Один кто-нибудь скажите. Мадья-джима намаскуру. Как? Мадья-джима намаскуру. Думай обо мне, стань моей бактой. Падай передо мной Ниц. Поэтому, говорится, всё наше образование Всё-всё не имеет никакой ценности Если мы не испытываем этих всех качеств Если всё это не приводит к отречению Поэтому вчера я вам рассказывал Любая деятельность, которая не приводит к религии Любая религия, которая не приводит к чему? К знанию Любое знание, которое не приводит к отречению Любое отречение, которое не приводит к предности Любая предность, которая не приводит к любви Пустая трата времени Поэтому очень много здесь знайк, но это просто информация, это проинформированные люди. Они не обладают качествами. Почему? Потому что они не совершают СЭВУ. Они не преследуют цель Индриям Хришикеша СЭВА. Они свои чувства используют для самоудовлетворения. Они не служат Хришикеше. Они подражают. То есть они подражают. Крутят цветки, кланяются. Обезьян тоже подражают всем действиям. Попугай, он что? Повторяет то, что слышит. Но попугай не соображает, что он говорит. Как в истории, которая описывается в Хитопадеше. Там описывается, как жил один попугай и повторял что? Тармакшетре, Курукшетре, Мам... Самам витаю ются, Вагамамамакампан, Давасчайвма, Кимакурванты, Санджа. Он повторял первый стих Шримад Бхагавадгиты. Первый стих. И он не знал ни перевода, ничего. Попугай. Просто попугай. И он повторял его. Таким образом, это не означает, что мы осознаем. И Джива Госвами говорит, очень много таких гуру, которые подобны ослам. Веккали особенно. Которые очень много знают. И знают наизусть. Но не понимают истинного смысла того, что носят. И они ищут такого же осла, чтобы взвалить часть этого груза на их плечи. И Господь Чайтаня продемонстрировал это, когда сидели очень продвинутые пандиты. Пандиты — это значит знатоки Писания. Они вам точно страницу скажут, стих, они вам спрашивают. И они в этот момент становятся гордыми. И говорится, пандиты, они очень гордятся тем, что у них есть память. Они языки могут знать. Это как Кеша в Акашмире. Или как был один Дигвиджай пандит. Дигвиджай пандит. И все они были срублены. Поскольку в этом не было прежанности. Поскольку они через свое пандитство привязывались к почестям, к славе, к власти, к деньгам и так далее. Они просто постепенно проходили все этапы. Сначала пандит, что он хочет почестей, уважения к себе. Это означает, что он неправильно развивается. У него сильное желание уважения. А Господь Чайтанин говорит, без желания уважения к себе и всегда желать оказывать почтение. Без почтения. То есть не желание получить почести, какое-то уважение, а желание развить уважение в себе к другим. Таким образом, пандит, он пытается через изучение Писаний развить отречение от того, чтобы уважали тебя, и развить что? Он смотрит, я не уважаю людей. Столько изучил, а я к людям все время от них жду почтения, от них жду уважения. А сам-то не уважаю их. Значит, я что-то делаю неправильно. Это проявление гуны благости. Почему? Гуна благости возвышает, просветляет, дает знания, освобождает от последствий прошлых греховных поступков. Смотрите, это гуна благости. В гуне страсти человек использует все свои таланты только для завоевания уважения окружающих. И поэтому он так боится, что его не будут уважать. Ой, что там? А, уже так, да? Все, все, меняешься, меняешься, в эту сторону поворачиваешься, все. А, тут опять? Так, если я буду с этими, меня перестанут уважать. Так, что еще? Какое положение я еще займу? И Господь Читания продемонстрировал этими лилами с пандитами. И он стал немая пандитом. Он продемонстрировал им, как они выглядят со стороны. Господь Читания сам их всех победил и ходил очень гордый. И они стали говорить, ой, какой гордый, ой, какой почтение еще. Господь Читания, говорится, специально сыграл эту лилу, чтобы показать им, как они выглядят. Так, как вы думаете, они увидели это в себе? Нет, это очень хорошо увидели другие, ващнавы увидели. Они сказали, что Танимай там так себя ведет, странно. Прямо как наши пандиты. Прямо как наши пандиты. Поэтому мы также можем столкнуться с такими же пандитами, которые не понимают, что такое отречение. Которые очень пугливые и так далее. Скорбящие о том, что недостойно скорби. Будут ли их уважать или их перестанут уважать? Это не пандиты. Поэтому Кришна говорит об этом. Что пандит, он должен... Что сделать? Перейти к поклонению Вишну. А поклонение Вишну должно привести его к любовному предному служению. Поэтому смарты, называть ритуалисты, випры, совершающие жертвоприношения, пандиты, знатоки Писаний, браманы, поклоняющиеся Вишну, и ващнавы, совершающие любовное предное служение. Таким образом человек от випок вот себе говорит, вот он уже браман. Да вы что, шутите? Брахманин, шнур, это еще шнуроносец. Это еще не брамана. Погоны, конечно, погоны дают лейтенанту, допустим, но это еще не лейтенант. Это еще так. Потому что в духовной жизни все дают как? Авансом. Авансом. Человек вел себя так, что кто-то согласен дать ему аванс. Он доверяет ему. Он так и говорит, да я и на машинке могу, я и так. И все такое. И показывает. И он смотрит, ну да, у него есть сильное желание получить аванс. Аванс. Еще нет никаких качеств. Работа не сделана. Как в строительстве? Вы получили аванс, не больше. Теперь нужно этот аванс, что? Аванс только. Это еще не зарплата. Аванс. Нужно отработать аванс. Нужно продемонстрировать тем, кто нам доверился, продемонстрировать, что мы готовы отплатить. Мы должны аванс этот вернуть. То есть отработать его. Мы возвращаем аванс не тем, что мы получили, что шнур снимаешь, и говоришь, на. Нет. Мы должны сделать все то, к чему мы были подготовлены, что это нам дает. То есть культивировать гуну благости. В сердце. И Капила Муни, своей матери-довоохоте, объясняет, что такое гуна благости. Это следование правилам и предписаниям, без желания воспользоваться чем-то для своих чувственных наслаждений. Что же там есть? Там есть все атрибуты. Противоположные. Пол, слава, почести, богатство, положение в обществе, уважение общества, мистические совершенства. Что там еще у нас? Привязанность к семье, к родным, близким, утварь, там, и все такое. Может поправиться все. Пхукти, райские планеты, что марасу пить там. И думать, что нет ничего превыше этого. И даже освобождения не желать. Говорится, бакты и уттамам. Только преданность нас интересует. Нас интересует преданность. И преданность не приходит там, где грязно. Там, где нет истинного отречения. И прападу очень часто спрашивали, почему им персоналисты не становятся бактами. Прападу говорил, потому что они не получают общение бакта. Это не значит, что мы бакты. И мы подходим к какому-нибудь буддийскому монаху очень высокого уровня и начинаем ему там рассказывать. Нет. Имеется в виду, шастра говорится, когда слово предный употребляется, подразумевается, какой предный? Чистый предный. Они трансценденталисты. Уже наш бред их не интересует. Наша болтовня. Они должны получить общение чистого предного. из которого исходит бакта-карунья, кто является носителем милости Кришны. То есть носителем этого шакти, который называется Сва-крипа-шакти. Или Сва-прошага. Шрила Вишванатха Чакраватхакура описывает. Сва-крипа-шакти. Они носители этой энергии, которая называется коронья шакти. Почему они получили эту коронию? Потому что они бакты. Они испытывают предность и любовь к Богу. Как проявляется их предность и любовь? Как они ощущают разлуку с Кришной? И совершают это служение. Называется как? Вибраламба-села. И сейчас мы видим, как Арджуна испытывает эту разлуку с Кришной. Разлуку с Кришной. Она имеет разные уровни, разные ступени. И Кришна привязал Арджуну. Арджуна привязался к Кришне, увидев, как можно увидеть Кришну. Были многие, и почему же они не привязались к Кришне? Они же видели Кришну. И Кришна говорит, от глупцов и негодяев я скрыт своей внутренней энергии. Таким образом, мы можем видеть духовного учителя, но не понимать его положение. Не испытывать к нему такой глубокой и настоящей привязанности. Мы можем не понимать его наставлений и всё остальное, потому что гуна страсти, она нас как пеленой застилает. И Капила говорит, предное служение с желанием воспользоваться плодами своей религиозности является предным служением в гуне страсти. И он также говорит, следование предному служению всем так же процессам, он говорит, строгое следование всем правилам, предписаниям, с желанием воспользоваться, это гуна страсти, результатами, плодами. Но отказ от плодов, единственное, что человек хочет, это очищение. Очищение, очиститься. Такое предное служение совершается в гуне благости. И Брамана, это тот, кто постоянно контролирует и следит за тем, что происходит в его нравственности, в его сознании, в его природе. Брамана, он постигает природу духа и материи. И он говорит, это материальные мои чувства, а вот здесь я должен развить духовные. Я веду себя как материалист. Это Брамана. У него очень высокий коэффициент самооценки, самоанализа, очень высокий коэффициент совестливости. Есть такое понятие нравственности. И Санджая говорит, там, где Арджуна и Кришна, там всегда победа, процветание. И что самое главное? Нравственность. Нравственность. В чем же победа и процветание? Почему приходит победа и процветание? Потому что там нравственность. Нравственность, там нету этих привязанностей, там отречение. Там отречение. Поэтому, говорится, такая Личность заслуживает милости Кришны. Итак, Сева, Арджуна совершал служение для Кришны. Арджуна получил эту милость, совершать служение. Арджуна стремился удовлетворить чувства. Чьи? Господа. Кришна. Он стремился удовлетворить. У Арджуны были материальные желания точно так же. Он демонстрирует материальные привязанности и так далее, слабость сердца. Он все этапы продемонстрировал в Бхагавадгиде. И когда мы изучаем или читаем Махабхару, то можно видеть эти привязанности Арджуны. Кришна устроил, обусловил Арджуну таким образом, чтобы продемонстрировать, что с человеком происходит. Какие этапы существуют в развитии этой преданности. Какие сомнения, какие беспокойства, какая скорбь, какая боль и сушает чувства. Как человек отказывается вообще что-либо делать. Он продемонстрировал все это в Бхагавадгиде. Все эти внутренние переживания. И говорится, почему Арджуна стал сражаться. Хотя он противоречит. Говорится, каждое противоречие Арджуны было продиктовано желанием, чтобы эти противоречия были что? Устранены. Мы противоречим, чтобы не делать то, что хочет духовный учитель. Не делать то, что говорят шастры. Арджуна же говорил о своих сомнениях в сильном надежде и в желании, что Кришна эти сомнения разобьет. Говорится, Арджуна стремился говорить что-то против только для того, чтобы быть разбитым. Только ради этого. Потому что Кришна для него был высшим авторитетом. Высшим авторитетом. Так и мы. Мы иногда высказываем сомнения духовному учителю или кому-то, кто является нашим авторитетом. Но в таком настроении, в каком? Быть разбитыми. Быть разбитыми. Это как мы даем тетрадку учителю. Проверьте, пожалуйста. И он там красными пастой. Для чего мы даем? Мы хотим быть разбитыми. И мы хотим узнать, что мы сделали неправильно. И он, когда мы смотрим, говорит, о, мне надо изучить это, это, это. Также ученик, он говорит о своих сомнениях в надежде, что его поправят. Он уверен, что тот в тысячу раз более грамотный. И он знает, что я неправильно делаю. В таком настроении человек может прогрессировать в духовной жизни. Но если у него нет настроения, он начинает говорить, «Да нет, почему вы меня тут исправили?» Я считаю, что это должно так писаться. Это называется, что он гордый. Горд и фамильярен. Горд и фамильярен. И Бхактиснанта Сарасвати говорит, что гордость предшествует падению. И падением Бхактиснанта Сарасвати для Шрил Пруппада объявил, что обучая своих предных или своих последователей таким образом, когда ты создашь это общество, чтобы они не падали в карму, в гьяну и в йогу. Вот что он назвал падением для Бхакты. Это упасть в карму, в гьяну и в йогу. Чтобы они не падали в карму, в гьяну и в йогу. Обучая их так, чтобы они вылезли с этих уровней. Это естественно, что они будут желать благополучия в своих мирских делах. Потом они будут привлекаться какими-то ситхами, рассказывать, какие ситхи там у кого как. Бхак говорит, ну ладно, вам тут свои ситхи, прекратите. Они помешаны на ситхах, поэтому в их речи очень много этих слов. Ситхи, мистическое влияние и так далее. Потому что мы говорим о том, к чему мы привязаны. Как говорят, кто о чём, а что? Про баню-то кто говорит? Шрифт-бедный. Ну вот видите. И каждый думает о другом. Какой? Сам говорят, думает. Не говорит, а думает так. Каждый думает о другом. Итак, Арджуна испытывает эту сильную привязанность к Кришне. И он страдает. И эта привязанность даёт ему понимание. Кришна дал ему понимание. Почему? Потому что Арджуна совершал своего служения. Арджуна стремился удовлетворить чувства Кришны. И Кришна, удовлетворённый им, говорил, что ты хочешь. И Арджуна говорил это о своих желаниях. Это не так, что Арджуна делал только то, что нравилось ему. Мы иногда путаем и думаем, что если у меня есть материальные желания, я не могу удовлетворить чувства Кришны. Да нет. Человек может удовлетворить чувства Кришны, имея материальные желания. Но сначала надо удовлетворить Кришну. Как вы приходите к кому-то, и вот иногда предные, иду что-то просить. Они говорят, а что там, тортик приносят, открыточку, изучают там этого Карнеги. Как вот влезть человеку в чувства? Как удовлетворить чувства? И они не будут делать тортик, который нравится им. Они узнают, а какой этому бизнесмену нравится. Какие ему нравятся вещи, узнают. Что ему нравится, как себя поведение. Потому что они полностью сконцентрированы на удовлетворении его чувств. Они не приходят к нему. Мне нравится вот то, мне нравится это. И приходят с этим, что им нравится. И потом выдают, а что тебе не нравится? Ты чё? А мне так нравится. Ничего себе, я тебе тут ещё служу. Артур так же недоволен? Он говорит, так мне-то это не нравится. Он говорит, да все равно это для тебя. Это не называется Сева. Сева, даже если сердце переполнено вожделением, Сева может совершить, если он переполнен. Он должен просто знать, что вам нравится. И удовлетворить. И говорится, когда живое существо удовлетворено, она говорит, знаешь, у меня есть чувство благодарности к тебе. Ты так удовлетворил мое чувство. Как я могу удовлетворить твои чувства? И тогда он список подает. Так преданный получает возможность получить удовлетворение своих чувств непосредственно от Господа. Поэтому говорится, что преданный не совершает никаких усилий для достижения материальных результатов. Все приходит ему само собой, как результат его преданного служения. Он не совершает усилий, что почести завоеватель, почтение, власть, что-то из себя выпендрить. Он думает, как удовлетворить чувство авторитетов? И чувства Кришны, они как-то так распространяются. И чувствы Арджуны были удовлетворены, поскольку Майданова нашел у него прибежище. И Арджуне это нравилось. Арджуна был к шатре. И к шатреям нравится, когда у них прибежище ищутся. Арджуна был доволен. Майданова такая великая личность. И прибежал к Арджуне. О, Арджуна, спаси меня. Когда пожара хватил, когда Индра и Господь, Индра обратился к Кришне. И Кришна решил сделать таким образом. И Арджуна был доволен. И как только чувства Арджуны были удовлетворены, а поскольку Арджуна был очень дорог к Кришне. Кришне было что? Очень приятно. И Кришна сказал, хорошо, живи, пес. Живи, пес. Он был очень дорог к Кришне. И Майданова снискал милость Господа таким образом, удовлетворив чувства его предного. Но самому Кришне хотелось что сделать? Убить Майданова. Убить. Как Господь Читания хотел убить Джагая Мадхара. И Господь Нитянан сказал, пожалуйста, не убивай их. Даже наоборот, очисти, я тебя прошу. Ради меня. Ради меня сделай. И он сказал, ну хорошо. Хорошо. И он их очистил. И так, говорится, наградой Господа за служение является то, что Господь привязывает. Привязывает ту Личность, которая ему служит к себе. И если даже сердце переполнено вожделением, человек просто должен узнать, что удовлетворяет Кришну. И делать то, что нравится Кришне. И Кришна взамен, когда ему удастся удовлетворить Кришну. А что значит удовлетворить Кришну? Это удовлетворить кого? Гуру. Либо его представителей. Ишила Прупада часто цитирует этот стих. Он говорит. В Падма-Пуране говорится, что Кришна объясняет. Тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Господь Читания дальше пошел, объясняя этот стих из Падма-Пураны. И он сказал. Я смиренный, нижайший слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндауна. Прупада объяснял. Духовный учитель доволен, когда ученик служит ему напрямую. Но в большей степени духовный учитель доволен, когда ученик служит ему посредством его представителей. Прупада часто цитировал, объяснял, что эта тенденция служить напрямую, она исходит из гордости и из ложного эго. Поскольку живое существо несмиренно. Считает себя более возвышенной личностью. И поэтому духовные учителя делали, заставляли старших учеников, воспитывать младших, и тех, вот тех, тех. И все они понимали, что это представители нашего учителя. Которые более квалифицированы, поскольку он их попросил о нас заботиться. Он не попросил нас заботиться о них. Он попросил их заботиться о нас. И ученик начинает думать, когда есть смирение. Значит, таким образом гуру обозначает, что эти люди более квалифицированы, чем кто? Чем мы. И они принимают это как указание духовного учителя. Таким образом Кришна говорит о том, что они-то и есть мои слуги. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Итак, это очень важный момент и философии, и осознание об отречении. Отчего же мы тут отрекаемся? Или как Парупада объяснял объяснение своего духовного учителя. Мантрая. Отчего же мы пытаемся освободить свой ум? От ложных представлений. Которые сформированы ложным эго. Ложное эго. Это тонкий вид энергии, который называется Асмита Клеши или Аангар Шакти. Трансформируется в ум. В эгоистический материальный ум. Ум трансформируется в язык. А язык через желудок, посредством желудка трансформируется в гениталии. Трансформируется в гениталии. И для чего же нужна мантра? Чтобы очистить ум от ложных представлений, продиктованных ложным эго. Когда мы читаем Писание, и у нас из ложного эго понимание какое-то проистекает этих стихов. Поэтому Кришна сказал, ты не должен руководствоваться ложным эго. Иначе ты потеряешь себя. Потеряешь себя как душу. Потеряешь свою духовную основу. И просто будешь привязанной. И говорится, тот, кто не способен контролировать себя, не способен контролировать других. Это все ерунда будет. Как авторитеты. Говорится, что авторитет он не управляет. Он заботится. Поэтому, когда он заботится, со стороны кажется, что он управляет. Потому что после того, как он заботится, все чувствуют себя какими? Благодарными. Благодарными. И у всех естественное возникает желание что-то сделать. В замен. Как-то отплатить тому, кто о нас заботился. Чем отличается предный, когда он... Здесь даже демон испытывал чувство благодарности. Что, Арджуна ему приказывал строить этот сударму, дворец, собрание? Нет. Демон испытывал сильную благодарность. Даже демон подчинился желаниям Арджуны. Но как он его подчинил? Дафу на прибежище. Позаботившись о нем. И так есть две категории лидеров. Одни находятся в благости. Это те, кто заботится. И через эту заботу они потом просят просто людей. И люди, чувствуя, что они нашли прибежище, они делают это. И есть другая категория. Это гони страсти. Те, которые управляют, они заботятся. И они постоянно испытывают проблемы. Постоянно против них оппозиции. Постоянно то, все, пятое, десятое. Почему? Они не способны позаботиться. Оппозиция есть у всех. Но размеры оппозиции у всех разные. У всех разные. Это означает заботиться. И есть люди благодарные. А есть какие? Неблагодарные. Неблагодарные. Поэтому говорится, что когда вы заботитесь о ком-то, мы вчера с вами говорили, собаку кормите, то не удивляйтесь, что она вас что? Может цапнуть. Как же так? Вы хотели ей добра кормить? Она бедная и голодная была, она вас цапнула. Или вы привели ее в дом, приходи к нам в храм. А она тут написала, накакала, все, сторы пообозрала, всех облаяла, покусала и убежала. Такое тоже может произойти. Смотря кого вы пригласили. Так ведь? Смотря кого вы пригласили. Есть разные собаки. Породы разные. Есть благородные породы у собак. И так себя не ведут. А есть такие. То есть у самих револьверы имеются. Ну, шарика вы помните. У самих револьверы имеются. Ух, полиграфыч, ты их как их? Он говорит, я их сердцем чувствую. Этих кошек. С сердцем. Собачье сердце. С сердцем чует. И что надо делать? Кого душить? И так это очень важные моменты. И предные должны внимательно читать, изучать философию. Для того, чтобы быть способными разобраться, с кем они общаются. В какой среде. Кто здесь брамана, кто не брамана еще. Кто аванс. Это как десятиклассники. Вспомните, в десятом классе у вас много было отличников? У кого весь класс был пятерочник? Весь класс получил золотые медали. Есть такие? Ну, я вот никогда не слышал даже о таких. Чтобы был целый класс золотых медалей. Это если всех медалистов собрать и сделать из них класс, другой вопрос. У тебя сколько было медалистов в классе? Помнишь, нет? Е-2, Е-1. Ну, это Е-2, Е-4. Было или нет? Было, по-моему. Ну, ты не помнишь, видишь? Потому что медалисты они все, сволочи. Е-2, Е-4. Е-2, Е-4. Е-2, Ли. Видите? Так же и среди браманов. Представьте, что люди доросли до десятого класса. Ну, среди них троечники, двоечники, четверочники, пятерочники есть. Вы должны понимать, что они десятиклассники, они старше. Несомненно, они то, что в девятом, может быть, и знают даже. Может быть. Мога быть, мога быть. А мога быть и не знают. Я так помню, что можно учиться так. Вообще, переходите с класса в класс. И ни шиша не помните, ни соображать. Как-то где списал, где там то, где сейчас изображил, изобразил. Так же есть разные притворщики, обманщики, которые получают все эти... Это же атрибут. Это еще не значит, что это... Это атрибут, который надо правильно использовать. Это как четки. Понимаете? Это еще не значит, что вы все преданы. Как вы будете использовать? Будете ли вы на них повторять Харе Кришну? Будете ли вы в правильном настроении? Мотив свой... Встали ли вы на путь отречения и привязанности к Кришне? Как происходит? Мы привязываемся к Кришне, слушаем о Кришне. И когда появляется высший вкус, происходит отречение. Начинаем думать о Кришне. Как он великолепен. Как прекрасны бакты. И мы видим это через качество Кришны. Гунам. Гунам. Это качество. Поэтому Брамана — это гунам. Брамана проявляет не что-то, имя какое-то. Имя — это Брамана. Потом у Брамана еще форма. Да? То есть странная тоже. Как у божества. Ой, какой красивый. Все хотят очень красивый. Ну, есть такие некрасивые, какие-то в индийском стиле, в таком Раджистан. Плоские. И у них шутки плоские и так далее. Искусство Раджистана. Разные есть. Есть разные Браманы. Есть смарты, есть випры. Есть бандиты, есть браманы, есть вайшнавы. Все они Браманы. Все со шнуром. Ритуалисты есть. Смарты, знаете. Есть жертвоприношения. Сваха. Любое жертвоприношение. На ребенка. Сваха. На теленка. Сваха. На козленка. Сваха. Они все думают. О, какой он все знает. Санскри. О, сваха. Сваха. У. А. Ну, говорит пропада. Они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Вайшнава. Нужно вайшнава получить. Или как минимум Брамана, поклоняющегося Вишну. Который юг ту вайрагюра культивирует. Он отречения. И когда мы правильно повторяем святое имя. Правильно поклоняемся Божеству. Правильно слушаем. Прогресс выражается в том, что происходит отречение. И это отречение появляется от чего? От гордости. И поэтому вкус к чистому воспеванию приходит. И Бахтевинод Хакур очень хорошо объяснил все эти признаки. И он говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости, только тогда в моем сердце появится вкус к чистому воспеванию. Это означает, мы прогрессируем. Мы прекратили гордиться. Прекратили искать уважение окружения. Отречение происходит. Мы ищем нектар. Мы не ищем все эти испражнения. Власть, почести. Все это какое-то положение, уважение. Мы ищем нектар. Мы не помойные мухи. Это все помойка. Так говорит Пурпад. Вы можете увидеть брахманическую природу человека? Авансируемую. Что он отречен. Он не беспокоится. Он принципиален. Он задает уместные вопросы касательно абсолютной истины. А не касательно того, как будут его уважать. Что мне делать? Ой, а то вдруг я ошибусь. Ой, а вдруг я паду. А вдруг я сквернюсь. А вдруг я поговорю с тем, с кем нельзя говорить. А, такой страх. Это не страх духовной жизни. Это страх потерять уважение окружающих. Имидж так называемый. Поэтому, говорится, тот, кто совершает какую-то деятельность ради завоевания чего? Уважения окружающих. Несомненно, действует в гоне страсти. А, говорится, Брамана, это тот, кто действует в какой боне? Благости. Боне благости. Поэтому, помните, я вам рассказываю историю про одного Брамана и про ученика его. Помните, как он лодку продырявил, ногу сломал там? Со стороны тот все был вообще оскорблен. Что это не было бы... Надо сначала понять эти вещи. Понять, почему кто-то так действует, каким образом, какие цели он преследует. Живот, что быстро выбирает себе авторитета. Но видя, что лодку продырявил, сломал. Вместо того, что, так сказать, что-то там такое делает. Так сказать, он такое делает. Что такое? Какое-то нарушение сплошное? Человек должен еще сначала видение получить. Одни люди в этом отклонении видят великую мудрость. Одни видят это отклонением, а другие видят это прогрессом. Какие глаза вы имеете? Вы имеете глаза пчелы или глаза чего? Мухи. А смотрим мы глазами того знания. Значит, нету знания. Осталось невежество. Глазами невежества это выглядит так. Глазами знания это выглядит так. Поэтому Шилапрупада начинает Бхагавадгиту играть. И там описывает, что с глазами мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние. Но с глазами преданности, если взглянуть, он намеревался совершить великое жертвоприношение. Смотрите. Два взгляда религиозных людей. Одни глаза преданного чистые, а другие глаза религиозной личности. То есть та, которая следует так же религиозным. Всем так же. За Кришну все. Такое есть понятие верить в Кришну. Это религия. Мы верим в Кришну. Знаете, как они пишут? Первая строфа Конституции Соединенных Штатов. Мы верим в Бога. Мы верим в Бога. Это мирская религиозность. Итак, он говорит, если рассматривать глазами веры, веры в Бога, Арджуна намеревался совершить злодеяние. Но если смотреть не в веры в Бога, а глазами преданного служения, то есть трансцендентного знания, то Арджуна намеревался совершить великое жертвоприношение. Вот так же и наши глаза. Они могут поступки каких-то людей видеть прямо каким-то безобразием каким-то сплошным. Но кто смотрит глазами преданности, он говорит, а он совершает какую-то удивительную вещь. Удивительную вещь. Удивительный поступок какой-то он совершает. Не боясь, что там в сокружении, что там кто что скажет. Он не боится. В нем есть зерно отречения. Он не привязан ни к положению, ни к что, кто о нем подумает, кто что скажет. Он стремится к чему-то более важному. В нем есть отречение. Это могут увидеть не все. Как гопи. Они были отречены. И когда Кришна заболел, все стали говорить, что сделать. И он сказал, меня спасет и вылечит только черенамлита со стоп моего предного. И они побежали и стали искать, где же стопы предного. Пришли к народе. Народ говорит, нет, нет, какой я предный. Вы что, Кришна будет пить воду, которую ноги мои выпьут, мои копыта омыл? Да, народ очень смирен. Ой, 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 вы что, какие стопы это? Это же не лотосы это какие-то. Трава мурава. Они пошли к другим. И всем они хотели, все, да вы что, нашу черенамлиту будет Кришна пить? Да что? Если бы кто-то другой пил бы нашу черенамлиту, это нормально. Да Кришна, да вы что? Да вы что? Вы что? И пришел он к Гопе. Гопе говорят, что ты такой расстроенный? Кришна заболел, и вот никто не дает черенамлиту. А он сказал, что... А они сказали, на, с нас бери, скорее беги, беги, с нас бери. И он сказал, как нескромно они, да плевать нам, что ты на нас думаешь, скромно, нескромно, какие мы там... А вдруг поможет? Мы же его любим, вдруг поможет. И они... Помыл, и все стали говорить, ой, какие они, что-то из себя там... А Гопе все равно, что о них подумают, и что о них скажут. Гопе все равно, потому что им без разницы, кто там в окружении, что... Им важно, им важен Кришна, и их отношение с Кришной. Они никогда не действуют ради публики. В угоду публике проповедь строят, и так далее. Они всегда думают, как удовлетворить Кришну. А ну, кульена Кришна, ну, шиланам бактери утамам. Они преследуют не уважение окружающих, а преследуют усиление преданности. Бхаты утама. Они преследуют вкус к святому имени, к поклонению божествам, и без отречения этот вкус не придет. Потому что когда... Это просто гордость развивается. Человек становится гордым, и поэтому он не стремится воспевать чисто. У него нет даже вкуса к чистому воспеванию святого имени. И он все время думает о личном счастье. Он думает, что нет ничего превыше этого, что вас все будут уважать, вы займете какое-то положение, и этим будете наслаждаться. Это означает, что вы марката, обезьяна. Все сделали, как обезьяна, не развив истинного отречения. Человек должен был отречен от таких мотивов. Значит, у вас нет такой привязанности к Господу, нет такой привязанности к гуру, нет такой привязанности к божеству. Потому что все, что вы якобы вы даете за привязанность, это вы просто подражаете и остаетесь привязанным к тому, к чему привязана обезьяна. Хотя она вегетарианка, живет в лесу, у нее нет одежды, даже дырявых носков нет. У нее ничего, и денег у нее нет. Обезьяна привязана остается ко всему. Брабхата так объясняет, Шримад Бхагавата, что они выглядят как отреченные, но они просто привязаны. Очень сильно. Вот такие браманы. И кто такие вайшнавы? Так мы обсуждаем, и так мы стремимся понять, от чего же мы должны отречься. Продолжение следует...